Далее, можно ли участвовать совместно с родителями на мавлидах? Касаемо хоть с родителями, хоть без родителей, на мавлидах участвовать можно. Если в этом мавлиде нет смещения полов. У нас, мы знаем, что касаемо мавлид, говорят, во времена пророка не было. Да, во времена пророка Мухаммара, Расуалли Аллаху, мавлидов не было. Во времена пророка Мухаммара, Расуалли Аллаху, много чего не было из того, что появилось позже. Не было вот таких книг, не было вот таких маджлисов, и этому оценку давали имамы. Если хотите сказать понятие, что появилось, то, что после пророка является бидра, я вам скажу, что имам Шафига, Радуя Аллаху Ангу, сказал, Нас-Сану прямо указал, аль-бидра то бидра тани, бидра делится на два вида. Почему он это сказал? То есть то, что соответствует Корану, Сунне, потом Ижмау и Асарам, это бидра тани Махмуда. Это то, что появилось новое похвальное. А то, что не соответствует ни одному из четырех перечисленных вещей, Корану, Сунне, Ижмау и Асарам, то это полицамая бидра тани Мадмума. Поскольку, когда во времена правления Умара и Нюхаттаба, Радуя Аллаху Ангу, когда он начал собирать людей на таравих, известная история, да, когда ему сказали, что это бидра, он сказал, какая прекрасная эта бидра. Сегодня ваххабистские шейхи говорят, нет, он имел в виду лексическое значение слова бидра. Но вы мне покажите, чтобы Умар сказал, я имею в виду лексическое значение слова бидра. Он так не сказал. Почему имам Шафи'и понял то, что сказал Умар, так как он понял и разделил бидра на две части, а каады, айязы и другие еще, тем более, более на пять частей, а сегодня нашли появившиеся их шейхи, которые описывают Аллаха всем тем, чем нельзя. Один появляется и говорит, что Аллаха есть тень. Бывший муфтин Саудии прямо открытие заявляет. Это нормально, это не бидра. Это иеретическое убеждение наделяет Аллаха, субхану и та'алу, недостатками. Это у них называется акида салафитов. А маулид говорит, маулид еще раз повторяю, когда появляется что-то новое, этому дают оценку ученые. Ученые, имамы, такие как Хафиз Ас-Суюты, Хафиз Ибн Хаджар и другие имамы Новые, Ибн Хаджар Аль-Хайтами и другие дали уже ясную оценку. Они сказали, что это дозволено шариатам. Смотрите, еще такой момент. Ибада. Ибада делится на двух видов. Тау-каифия и мутлаха. Тау-каифия есть такое арабское слово вак'афа. Вак'афа, то есть арабцы говорят чана. Один араб говорит, вот так установившийся. По-другому никак. К примеру, намаз. Пророк Мухаммад, салли Аллаху А.С. сказал, Солю камара айтумуни усолли. Совершайте намаз так, как вы видите, совершай его я. Все, это тау-каифия. Он так сказал. Однако пророк Мухаммад не сказал, салли Аллаху А.С. Поминайте Аллаху так, как вы видите или слышите его, поминаю я. Таких слов нет у пророка, салли Аллаху А.С. А вместо этого есть аят из Кур'ана, в котором Всевышний Аллах сказал, Вот те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократным поминанием. И славьте его утром и вечером. Вот здесь идет муталака. Муталак это абсолютно свободное. Ибада. Вот к примеру, я сейчас сел и говорю, бисмин Лахи, ла хавла, ва ла акувата, ла билла. Ну, нигде не сказано, прочитайте такую дуа. Но нигде не сказано, что этих слов нельзя произносить. Я начинаю с именем Аллаха. Прошу, говорю, что нет сил и мощи, кроме Аллаха. Ни у кого, кроме Аллаха. Это же зикр. А кто мне может это запретить? Это муталака. Поэтому не нужно смешивать талкифия с муталака. Из-за отсутствия вот этого понимания, из-за отсутствия усуля, у этих людей появляются вот такие химеры в голове. Можно лигать на мавлидах? Можно. И с родителями можно, и без родителей можно. Чего нельзя? Нельзя, чтобы там была эстрада, нельзя, чтобы там были песни и пения, нельзя, чтобы было смещение полов. То есть нельзя то, что неузаконено шариатом, что явно является харамом. А все остальное, если есть ас-слю и есть уас-сфу. Ас-сфу это фундамент. Уас-сфу это внешняя форма. Вот поставили фундамент. Один строит дом из силикатного кирпича, другой там из красного кирпича, третий там из горного камня и так далее. Если есть в основе шариата указание, что вот это делайте, дальнейшая внешняя форма может отличаться. От этого она не становится запретной. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok